Приветствую вас, Анна. Ситуация, которую вы описываете, конечно же, непростая. И то, что вы себя вините, не добавляет сколько-нибудь плюсов к тому, что происходит. Ну, просто потому, что чувство вины и их обичевание ни до чего хорошего не доведет. Вы не виноваты в том, что происходит, потому что человек сам делает свой выбор, и мужчина сам делает свой выбор пить и так далее. Но нужно сказать, что вы ответственны, и вы ответственны за то, что своими действиями, которые являются естественной формой, пока что естественной для вас формой, выражение своих желаний, своих потребностей, вы подталкиваете человека к тому, чтобы он разрешал себе пить. Поскольку ваш мужчина откровенно зависимый, он зависим от игромании, теперь он, вероятно, зависим от алкоголя, вот, в вашем мужчине есть проблема с контролем эмоций, с контролем агрессии, вот, есть спичка агрессии, то, соответственно, раз ваш партнер зависимый, то вы являетесь зависимым партнером. И ваш вопрос, вопрос, если у вас шанс, например, мог бы быть разрешен так. Нет, шанса нет, пока вы не решите свои проблемы, пока вы не измените свою модель поведения. На шее нет, это система. И если вы измените свою модель поведения, то изменится модель поведения и молодого человека. Вот. Другой вопрос, что вы сами, ну, как я понял, меняться не хотите, заброса на перемены у вас нет. Единственное, что вас волнует, это то, виноваты ли вы в том, что молодой человек толпит. То есть по факту вы говорите о значимости для вас именно отношений с мужчиной, вот, а не о желании разобраться в себе. Но именно разобраться в себе вам необходимо для того, чтобы, возможно, сохранить и спасти отношения. Как мне думается, работать с психологами вам нужно с вашим молодым человеком, но параллельно, раздельно друг от друга, не вместо. Мне так, думаю, будет лучше. Вот. Значит, в какой-то степени вы похожи, как мне видится. Вы все контролируете, что говорит о вашей тревожности, о проблемах личных границ, о страхах и о том, что вы ищете для себя, в кавычках, объективные причины для подобного поведения. То есть личные границы свои и другого человека для вас, в принципе, ничего не стоит и их нет. Они обесцениваются. Вот. Ну и, соответственно, мужчину вы себе выбрали соответствующего, которого необходимо контролировать. Который бы, с одной стороны, подпитывал ваши страхи, с другой стороны, позволял бы вам с ними бороться. Вот. Короче, в борьбе с самой собой вам нужен инструмент, которым и является молодой человек. Вот. Молодого человека есть тоже проблемы, но общие проблемы у вас, это проблема личных границ, как я уже сказал, проблема не принятия личной ответственности, то есть каждый из вас обвиняет другого в том, что произошло, да, и вообще склонен именно обвинять. То есть не смотреть на то, чего я хотел, вот, чего вы хотите, контролируя молодого человека, да, чего вы добиваете, все-все запрещая, вот, например. Или, чего добивается молодой человек, там, поднимая на вас руку. Вот, это все очень важные моменты, очень важные аспекты. С другой стороны, как бы встает вопрос о том, а любите ли вы своего партнера, потому что запреты, это явно не проявление любви. Потому что, ну да, вы можете запретить кредит, запретить игроманию, но простите, конфликты не решенные, от этого никуда не денутся. И получается, что о безопасности вы хотите в первую очередь себя, но для молодого человека то, что вы делаете, мягко говоря, не на пользу. И дело не в том, что я пытаюсь вас обвинить, нет, я не пытаюсь вас обвинять. Я говорю лишь о том, что вы думаете о себе, а значит и чувство ваше имеет направленность на себя, на вас, а не на вашего партнера. Это неплохо, но это факт, это факт. Дальше. Значит, вы говорите о том, что мужчина ваш начал пить, да, давайте почитаем сейчас ваш текст. Значит, так, значит, я сама по себе така, кака така. Все контролируйте, ничего, вы боитесь? Как бы вы сами с собой в отношениях, получается, да? То есть мужчина, ну, вы не чувствуете вообще мужчину. Зачем вам мужчина в таком случае? Пережили ли кредит игромальный? Нет, смотрите. Здесь вы выбираете человека, у которого есть кредит игромальный. Выбираете для себя страдать. Вы считаете, что достойны страдания. Вы на себя обвиняете в этом, обвиняете себя за то, что страдаете. Вы выбираете страдать и, когда вы страдаете, вы можете позволить себе быть вечно всем недовольным. Смотрите, вы, вот данный факт, данный аспект, вы преподносите как некую константу. Это не константа. Это ваше поведение, это ваш жизненный сценарий. Почему вы боитесь, что ваш мужчина станет таким же алкашем, как и его отец? И будет бить. Почему вы боитесь? Потому что вы жертва. И вы ведете себя как жертва. А жертву всегда преследует тиран. Поэтому здесь вам нужно изучить треугольник Карпин. Следующий момент. Вы спасаете своего молодого человека. Вы блокируете его активность. Вы подавляете его. Из-за этого появляется желание защититься. Защита есть мотив для того государства. Я не говорю, что вы виноваты по-другому. Вам нужно работать над своим поведением. Как личностным, так и гендерным, вот. Так и социальным. И решать свои проблемы. И тогда шанс отношения сохранить вас будет. Но вопрос тогда станет примерно таким образом. А будет ли нужен вам, изменивший свою модель поведения, ваш партнер? Скорее всего, нет. Особенно по... Особенно судя по тому, как вы сейчас себя ведете. На этом все. Да, чувствуем вины тоже. Вы склонны, как мне кажется, чувствовать вину. То есть, у вас нет такой злотой средины. Либо вы себя вините, либо вы наоборот вините молодого человека. Это тоже, в общем-то, провоцирует агрессию. Потому что, когда вы вините себя, то вы формируете таким образом отношение к себе уничижительное. Когда вы обвиняете другого, вы формируете механизм защиты. То есть, агрессия, направленная на вас. Что тоже как бы приводит к физическому воздействию. Повторюсь, вы не просто так выбрали себе такого мужчину. Не просто так, за время, что вы живете вместе, вы не обратились к психологу. Вы поймите, что вот этот вопрос общий, что вы задаете, да, он, это только первый шаг. Второй шаг – это выбор столица и начало работы. К сожалению, не единоразово. Если вы реально хотите, ну, если не сохранить отношения, то хотя бы быть счастливой. Удачи вам! Всего самого доброго!